Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Собервижн. В этом выпуске я покажу вам все колонии, которые у меня есть. Мы за ними поухаживаем, обязательно их покормим, кого-то мы пересадим, а кому-то мы подстыкуем арену. Ну что, погнали? Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Unkeeping Depot. Не упустите возможность приобрести редких австралийских муравьев, заграничные формикарии и многое другое. Ссылка в описании. Итак, ребята, давайте начнем наш новостной выпуск с колонии Кампонут из Туркестанус. Эта семья очень хорошо и стабильно развивается. Когда я приобрел ее, у нее было всего лишь 5 рабочих. Сейчас рабочих уже 10. Она прекрасно кушает. Единственное, что мне сейчас не нравится, то что в пробирке уже заканчивается вода. И в самое ближайшее время я планирую ее переселить в один из формикариев. Пока я вам не буду говорить, какой это будет формикариев, потому что сам до конца не знаю, но в ближайшее время мы это сделаем. Итак, давайте что мы сейчас сделаем. Сейчас поменяем эту тарелочку, которая у нее есть из фольги, импровизированной сделана, и покормим муравьев, я думаю, что сиропом, так как вчера я их кормил белковой пищей, давал вам тараканчика, поэтому сегодня можно спокойненько приготовить им сироп и покормить их сиропом. Для начала давайте подготовим новую тарелочку небольшую, отрежем кусочек фольги. У нас здесь при выходе из пробирки я не вижу, чтобы был кто-то, кто охраняет у нас эту семью, поэтому можем спокойненько вытащить пока что у них старую тарелочку, на которой уже у нас остатки здесь коконов видно, различный другой мусор, поэтому ее можно будет выкинуть, чтобы не размножались у нас здесь ни клещи, не разводился другой, не было другого мусора, ни грязи, ничего не было. Пробирочка у нас была чистая, вот хотя, в принципе, скоро мы уже, как я говорил, мы ее переселим в другую, в другой формикарий. Давайте еще немножко мы пробирочку почистим. Я возьму вот такую вот ватную палочку, я ее немножко намочил, даже не немножко, а сильно, потому что здесь вот в передней части этой пробирки я вижу, что много какого-то мусора, все равно немножко хочу его убрать. Муравьи, так видите, немножко агрессивно на это реагируют, но, в принципе, все нормально. Так, давайте я пока закрою, чтобы они не начали убегать. Теперь давайте приготовим сахарный сироп и покормим эту семью. Для приготовления сиропа нам потребуется сахар и вода. Сейчас возьму шприц, засыпаем шприц. Так, он у нас 2 миллилитровый, я готовлю сахарный сироп консистенции 1 к 4. Поэтому засыпаем сейчас 0,5 миллилитра сахара и после этого добавим воды где-то до 2 миллилитров, чтобы получилась как раз консистенция 1 к 4. Где-то в одном из видео я говорил, что готовлю 1 к 1, там я говорил, составил метки, что это я сказал неправильно. Так, переборщил немножко. Давайте немножко отцепим сахара. Так, сколько у нас получилось? Ну вот практически чуть-чуть меньше даже получилось. Мы можем набрать не 2 миллилитра, а также немножко меньше. Так, поставлю сейчас, чтобы вам было видно. Вот я примерно 2 миллилитра набрал. Сейчас я потрясу этот шприц хорошо, чтобы весь сахар, который там есть внутри, он перемешался. Так, ребят, ну более-менее сахар у меня здесь весь перемешался, поэтому можем начинать кормление. Так, давайте мы сейчас откроем пробирку, положим туда тарелочку. Так, уходи, 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 уходи. Положили новую чистую тарелочку и капнем пару капель сиропчика. Вот так достаточно будет. Так, муравьи активно начинают исследовать пространство, которое открылось перед ними, поэтому мы их закрываем аккуратненько. Здесь уже у нас десяточек рабочих, поэтому колония начинает становиться все интереснее и интереснее. Как только я сделаю для них новый формикарий, я их туда обязательно переселю. Покажу вам процесс заселения. Так, посмотрим, сейчас подошел рабочий, попробовал сироп. Вот что-то у меня колония совсем сегодня не голодная. Никто не хочет кушать. Или они так удивились, что я открыл надолго пробирку, поэтому они так достаточно любопытно изучают это пространство возле ватки. Посмотрим, будет ли кто-нибудь пить из муравьев. Кстати, хотел еще сказать, что появился достаточно крупный рабочий, который используется, наверное, этой колонии, этой семьей как бочка, потому что он всегда сидит возле матки, такой достаточно крупный уже как бы полусолдат, можно сказать, и у него всегда в брюшке наполнена еда. Все ему рабочие, которые добывают еду, приносят ее, с помощью трофолаксиса эту еду ему передают. Вот и поэтому мне кажется, что он уже типа как бочка здесь у нас сидит и является хранилищем еды в этой семье. Раз муравьи не хотят кушать у нас пока сироп, я их положу сейчас в затененное место, и пока посмотрим, какие изменения произошли у колонии Мирмикария Брунея. Итак, вторая моя семья это Мирмикария Брунея. В этой колонии сейчас 5 рабочих, когда я ее покупал, было 6. Один, к сожалению, рабочий погиб, не знаю по каким причинам, и у нее достаточно крупный пакет яиц. Она сейчас полностью вышла из диапаузы, причем некоторые яйца уже начали переходить в стадию личинок. Я думаю, что в ближайшие пару недель, а может быть через недельки 4, у нас появится новый рабочий. В этой пробирке более-менее еще есть вода, поэтому они в ней еще посидят, плесени тоже вообще практически нет. Вчера я их кормил тараканчиком, там кусочек таракана остался, поэтому сейчас мы уберем отсюда эту тарелочку, старую ее выкинем, немножко помоем пробирку ватной палочкой и покормим также сиропом, который мы сделали для компонотусов в Туркестанус. Так, давайте уберем старую тарелку. Так, немножко также почистим у них пробирку, чтобы у нас лишний раз никакие не завелись клещи, ну и чтобы вообще было у них здесь почище. Уберем прилипшую вату, которая здесь у нас образовалась в передней части пробирки. Так, мы же не сделали им новую тарелочку из фольги. Давайте сейчас я вырежу новую тарелочку. Так, мы ее положим внутрь пробирки. Так, один из рабочих почувствовал, что надо начинать охранять свою семью и сейчас активно начал, ох ты, потащил. Так, давай-ка ты силач, не таскай мне новую тарелку. Это один, кстати, из рабочих, у которого лапы подвернуты, как-то он ходит, как инвалид какой-то. Но, тем не менее, свои функции выполняет. Всегда он находится на передних рубежах в этой колонии, защищает ее активно возле входа. Так, давайте им добавим несколько капель сиропа. Опа, достаточно большая капелька получилась. Давайте закрываем эту семью. Вот, она также как-то достаточно неактивно сбилась вся поближе к ватке, поближе к воде и не хочет проявлять свою активность. Я думаю, тоже это влияет яркий свет. Здесь я немножко поставил пару ламп, чтобы вам было видно получше. Поэтому семейка эта также не очень активная. Так, ну вот, один из рабочих нашел сироп и, по-моему, да, начал пить сироп. Так, здесь подходит у нас и второй муравей. Ну да, они поактивнее, чем туркестанусы, по крайней мере, вот в плане еды. Они начали пить сиропщик, который мы для них подготовили. Один даже вот муравей прилип немножко к сиропу. Ну, достаточно большую капельку я именно капал. Ну, это, в принципе, особо ничего страшного, если он прям сильно туда не попадет. Если муравьи вляпались в каплю сиропа, они себя не подчищают, умываются. Поэтому здесь особо ничего страшного нет. Вот мы видим, матка тоже сидит себе, пюрышки не чищает. Вот уже три рабочих прибежало попить сироп. Сейчас эта семья активно кушает. Стараюсь давать им больше белка для того, чтобы личинки, которые сейчас начали появляться, хорошо развивались. И в ближайшее время, я надеюсь, у нас уже появится новый рабочий. По поводу планов вермикарии и брунеи по заселению во флорариум сказать в конкретике пока я не могу, потому что у меня сейчас появилась новая матка интересная, которую я вам сейчас покажу. И скорее всего буду заселять ее туда, потому что вермикария с моим флорариум сделает нечто страшное. И думаю, что все растения могут погибнуть от такой активности брунеи. Поэтому давайте сейчас я вам покажу свою новую маточку, которая мне появилась, которую я планирую заселять в флорариум, когда у нее появится рабочий природный флорариум. Итак, ребята, у меня появился адантомахус баори. Очень интересные муравьи, капканчики. Их не так было просто достать, поэтому это у меня получилось. Вот я подключил сразу вот эту пробирку, в которой они были, там очень заканчивалась вода, поэтому сразу подключил к формикарию Азия, который я тестирую сейчас. Это один из новых вариантов. Попробовал я вырезать сверху стекло для того, чтобы иметь быстрый доступ к камерам. Не знаю, как он себя будет вести, потому что акрил способен во влажной среде искривляться, поэтому буду ее тестировать, может, в течение одного-двух месяцев. Если все нормально, то после этого эти формикарии появятся. Сейчас, через пару недель, я планирую выпустить старую версию Азии с добавленной вентиляцией. Но вот эта версия, не знаю, выйдет или не выйдет, буду все тестировать. Как только я подключил пробирку с маткой к этому формикарию, буквально в течение часа она сразу переползла в само гнездо гипсовое. Теперь, поэтому я смогу отключить старую пробирку. Вот она обозначила очень хорошо, что здесь мы сейчас подстыкуем арену, обозначила сразу это место как отхожее место, положила туда старых тараканчиков. Выбрала она именно полностью камеру, которая в кокосовом субстрате, и она больше понравилась. А здесь я сделал для нее, как бы напополам, часть оставил гипсовой, может быть, ей здесь больше понравилось бы, и часть положил кокосовый субстрат. Так, давайте сейчас старую пробирку мы отключим. Сейчас я найду перемычку. Так, давайте отключаем старую пробирку ее. Вставляем перемычку, чтобы она не смогла у нас выбраться. Теперь я предлагаю немножко не задекорировать, а засыпать арену, которую я подготовил для нее субстратом, и уже потом подстыковать ее к формикарию Азии. Это малая самосборная арена, она немножко модернизированная. Здесь изменен крепеж для удобства сборки ее. И также, я думаю, что в течение пару недель вместе с Азией они появятся в моем магазине. Итак, что мы сейчас будем делать? Я ее собрал, взял клей для пластика и проклеил нижнюю часть для того, чтобы полностью исключить какое-либо просыпание субстрата, который я сейчас сюда буду засыпать. Давайте сейчас засыпем сюда кокосовый субстрат, его увлажним и подстыкуем к нашему формикарию Азия, в котором уже у нас сидит капканчик. Так, я взял маленькую ложку, оказывается, что у меня в моей коробке, в которой у меня хранится кокосовый субстрат, лежит большая ложка. Поэтому давайте я ее буду использовать. Так, насыпаем поменьше такой фракции сюда кокосовый субстрат. Не буду сыпать большим слоем и не буду декорировать эту арену, потому что все-таки я планирую, что это у меня будет немножко временная такая конструкция, в которой я буду, во-первых, тестировать свой модернизированный формикарий, а во-вторых, как только у нее появятся, у этой маточки, первые рабочие, ну, я думаю, что хотя бы 5-6 рабочих появятся, я ее попробую сразу заселить в природный формикарий, который у нас очень классно получился с ребятами с Laverarium Plants. Точнее, у них классно получился, а я там больше как зритель, конечно, был. Потому что снимать одновременно и что-то делать руками очень проблематично. Вообще, классный формат муравьиной новости, потому что минимум монтажа. Сидишь, рассказываешь, не надо никакой писать сценарию, ничего. Так, давайте мы засыпали. Сейчас я возьму, возьму немножко увлажню этот субстрат. Так, использую я дистиллированную воду. Чтобы не оставалось следов на стекле. О, так, что-то я многовато увлажнил, но ничего, это у нас сухой кокосовый субстрат. Он лежал долго, высох, поэтому ничего страшного не произошло. Сейчас возьмем трубку, подсоединим к нему. Так, подсоединили трубочку. Теперь возьмем перемычку, в которой есть у нас отверстие. Так, старая тарелочка у нас попала. Подсоединим сейчас новую перемычку. Так, сделаем наоборот. Я сначала вытащу из арены у нас трубку. Сначала подсоединю к перемычке. Соединяются они достаточно плотно для того, чтобы исключить каких-либо побегов. Даже среди самых маленьких муравьев. Вот, так. Теперь подключу назад ее к арене. Вот, отлично. И теперь подстыкую ее к фармикарию Азия. Так, вынимаем старую перемычку. Вставляем новую перемычку. И теперь можем засунуть ее подальше вместе с трубкой. Для того, чтобы нельзя было так просто взять ее и открыть. Так, давайте я здесь вот подержу. Вот так вот подальше засунул я ее. Все, готово. Теперь в таком виде маточка у нас будет здесь сидеть. Для того, чтобы она смогла вывести первых рабочих. Мы за ней будем здесь также наблюдать. Кормить планирую я ее прямо вот в эту трубку. Скорее всего, буду аккуратненько сюда засовывать муравьев, хотел сказать. Буду засовывать сюда тараканчиков. Поэтому давайте сейчас возьмем тараканчика. Аккуратненько его разрежем. И кусочек таракана свежего засунем ей сюда прямо в трубку. Для того, чтобы она спокойно могла его достать. Она больше всего чаще выходит за едой в темное время суток. Когда у меня уже здесь везде в доме выключается свет. Никто ей не мешает. Спокойно здесь занимается своими делами. Таскает старых тараканов. Берет новые тараканы. Так, давай сейчас возьмем тараканчика и покормим ее. Покормил хорошо тараканов. Жирненькие такие они. Главное, чтобы он сильно сюда не прилип у нас. Потому что потом будет его тяжело скрести. От этой трубки. Из этой трубки его вытащить. Так, ну давайте так его сейчас сюда подсунем. Вот. И оставим. Пускай она потом самостоятельно уже в вечернее время его оттуда вытаскивает. Кушает сама. Потому что пока у нас только лишь яйца. Нет у нас личинок. Кормить некого. Поэтому будет она кушать спокойно сама. Вот. Теперь мы накрываем сверху крышечку. И оставляем сейчас этот формикарий в покое. Пускай матка у нас занимается спокойно уходом за своим будущим потомством. Вот. И я периодически буду увлажнять здесь все камеры для того, чтобы посмотреть, как себя ведут вот эти верхние съемные крышки. Вот. Выгибает их, не выгибает. И потом вам напишу или прямо во время какого-то ролика я вам скажу результаты этого теста. Ну что. Давайте переходим к следующей моей колонии. Четвертая. Она, в принципе, уже и у нас крайняя колония. Потом я вам еще покажу свой флорариум. Покажу, как дела у паука. И покажу один из новых своих проектов, который скоро выйдет на канале. Итак, ребята. Четвертая и заключительная семья муравьев, а точнее уже здесь конкретно одна матка, это колобоксис леонарди. Когда я ее брал, у нее была одна большая личинка и было несколько яиц. Я послушался совета умных людей, положил ее, не стал беспокоить для того, чтобы не причинять ей лишний стресс, и она не поедала свой расплод. Потому что предыдущего владельца она постоянно поедала свой расплод и не могла никак вывести рабочих. После этого я ее положил на две недели, как только ее взял. Через две недели я посмотрел, что матка съела все свои яйца. Осталась только одна большая личинка, которая у нее была. Вот я принял решение сейчас ее начать активно кормить. Пока что, несмотря на то, что она будет стрессовать, я ее буду брать в руки и так далее. Ну, я имею в виду пробирку буду брать в руки. Вот этот ход дал свои результаты. Появились опять яйца. Яйца она не поедает, несмотря на то, что я там беру, трясу ее. Пробирки у нас достаточно много плесени. Поэтому сейчас я предлагаю нам убрать вот эту старую тарелочку с тараканом, который у нас там лежит, покормить ее сиропом и подстыковать к ней новую пробирку, более чистую, без плесени. Посмотрим, переселится она туда или нет. Так, давайте мы сейчас положим ей новую тарелочку. Уберем вот эту старую. Таракан тут у нас, наверное, со вчерашнего дня у меня где-то лежит. Он уже засох, подсох. Вообще, я заметил, что она белок, в принципе, кушает, но не так активно, как хотелось бы. Она больше пьет на данном этапе сироп. А сироп она пьет прям очень хорошо. Так, сейчас тарелочкой немножко подогну. Так. Выдавливаем сюда сиропчик. Пододвигаем. Давай, давай, не бойся. Начинай пить. Так, пока я закрываю. Сейчас посмотрим, будет ли у нас матка пить. Пока вы смотрите, что у нас делает матка. Я сейчас... опа, перевернулась. Пока вы смотрите, что у нас делает матка. Я сейчас возьму новую пробирочку. Так, более чистую. Вот матка подошла у нас. Ну что, она пьет там, да. Чуть-то немножко попробовала. Ну, так она сиропик пьет всегда хорошо. Так, вот я взял, ребят, пробирочку. Сейчас я сюда налью воды. Сделаем новый инкубатор и подстыкуем ее. Потому что мне не нравится, что здесь так много плесени. Не знаю. Не хочу я, чтобы плесень отрицательно как-то сказалась на развитии расплода, который у нас сейчас там есть. Вот, не знаю, все говорят, что Леонарди неохотно распаковывают, матки Леонарди неохотно распаковывают коконы. В этом также может быть, конечно, проблема. Если что, на крайний случай, буду пробовать сюда подселить рабочих. Может быть, попробую взять своих рабочих. Это компонотусов, туркистанусов. Ну, посмотрим. Так. Сейчас я вставляю ватку в инкубатор, который я подготовил. Так, давайте, наверное, ложкой его туда запихну. Так, да, вот у нас получилась здесь вода. Здесь у нас стоит ватка. Вот. И пробирка новая, чистенькая. Сейчас мы ее будем подстыковывать. Так, немного подальше я отдалил. Матка у нас там немножко попила сироп. Так, давайте, знаете, как я сейчас состыкую. Я сейчас склею пробирки скотчем. Это сейчас будет самый оптимальный вариант. Самый удобный, самый оптимальный. Будем никаких переходников надрить. Просто пока что их склеим скотчем, эти две пробирочки. И посмотрим, как матка будет переселяться. Будет ли она переселяться. Для того, чтобы немножко ускорить процесс, мы вот эту часть пробирки затемним, одев такую гофру на нее. И оставим. Я надеюсь, что Леонарде мне удастся поднять. Не знаю, буду ли я заселять ее в тот формикарий, в который я планировал голобков заселить, пробковых муравьев. Посмотрим вот этот формикарий. Или мне все-таки удастся найти сюда пробковых муравьев. Я имею в виду, что трункатусов. И если мне это удастся, то трункатусов мы обязательно сюда заселим. Потому что если заселять эту семью, его надо будет немножко модернизировать, расширить ходы. Иначе она там застрянет, эта маточка у нас. Итак, ребят, вот у нас природный формикарий наш. Я уже полностью сверху открыл ту пленку, которая у нас покрывала ее сверху. Пока новую крышку я еще не подготовил, но обязательно я это сделаю. Растения начинают потихонечку расти. Мох там тоже прижился, начал расти. Поэтому сейчас, пускай эта система вся утрясывается, растения начинают расти, набирать силу. Я начну потихонечку в ближайшее время добавлять удобрения. И как только семья Адантамаху с Баури будет готова к заселению, я положу пробирочку на арену. Пока сейчас в этом природном формикарии живет у меня муравей. Как-то я раз попробовал его увидеть. Так сказать, ловил его на живца. Положил на паутину лапку от таракана. Ночью включил свет, потому что днем этого паука не найти. Ночью включил свет и увидел, как паук пытается эту ногу сначала грызть, а потом пытается ее утащить. Все-таки ему это удалось. Он утащил ее куда-то под корягу, в свою нору. И я так полагаю, что он ее все-таки сгрыз. Не знаю, посмотрим, как будет противостояние паука и Адантамаху с Баури происходить в этом флорариуме. Но об этом обязательно будут отдельные ролики на канале. Еще один питомец, который живет у меня давным-давно, это Брахипельма ваганс. Он сидит в этом террариуме. Террариум уже достаточно загажен. Поэтому в ближайшее время я хочу его полностью почистить и постараться сюда посадить живые растения. Сделать что-то наподобие природного формикария, как я создавал. Сделать ему типа флорариума. И попробовать туда его заселить. Несмотря на то, что это норный паук, будет копать. Но я попробую это предусмотреть. Сделаю ему сразу какую-нибудь нору, чтобы он мог там прятаться спокойно. Дети, вы видите, у меня здесь покормили этого паука орехами. Поэтому такой не очень привлекательный внешний вид сейчас имеет этот террариум. Но в самое ближайшее время я попробую его почистить. И также сделать отдельный ролик. Показать, как я это буду делать. Что получится. Обязательно сюда сделаю освещение, если я буду сюда планировать живые растения. Эти ролики будут выходить отдельно на канале. Итак, ребята, смотрите, что у меня еще есть. Я заказал себе аквариум для нового проекта. Длину он имеет 60 сантиметров. Ширина 40 сантиметров. Высота 30 сантиметров. В этом аквариуме я планирую сделать кое-что интересное. Пока предварительно скажу, что называться этот проект. Будет что-то типа острова муравьев или таинственный остров. Но там, я думаю, многие догадаются, что здесь я хочу сделать. Но посмотрим, что вообще получится. Этот проект будет неспешный. Я пока его в ближайший месяц не смогу запустить точно. Но обо всех изменениях, обо всех сдвигах в реализации этого проекта я буду вам писать. Итак, ребята, я вам сейчас показал свои четыре семьи, которые у меня есть муравьев. Других муравьев у меня сейчас нет. Что-то, может быть, еще появится новое. Но пока я буду активно заниматься вот этими четырьмя семьями. Будем заселять адантомахуса Баури во флорариум, как только у него появятся рабочие. Будем чистить террариум у паука. Попробую найти колобоб сестрункатуса, чтобы их сюда заселить. Будем наблюдать, что у нас происходит с Леонарди. Как она удастся и не удастся, чтобы появились первые рабочие. В ближайшее время будем заселять Кампонотус Туркистанус в один из новых формикариев, который у меня появится. Подумаем, куда будем заселять Мирмикарию Брунею. Тоже в один из моих формикариев мы, скорее всего, это сделаем. Так, а вот у нас, кстати, адантомахус Баури уже начинает активно поглощать того нового таракана, который я ему закинул. Расплодик у нас лежит, вот он виден. И буду потихонечку реализовывать новый проект «Таинственный остров». Обо всем буду вас информировать. Если вам понравился такой новостной выпуск, то обязательно напишите об этом в комментариях, поставьте лайк. Хотя бы раз в два месяца, я думаю, будут ролики такие новостные выходить. Они больше, конечно, похожи на формат стрима, потому что здесь у меня никакого особого монтажа не будет. Никакого сценария также у меня нет. Но если такой формат вам также заходит, рассказы и показы, как я ухаживаю за своими муравьями, какие у них произошли изменения, обязательно об этом пишите. Ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал. И до новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин